Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Авексер, и сегодня... Тысяча подписчиков! Блин, это вообще круто, спасибо! Спасибо за то, что вы подписываетесь, смотрите мои видео, слушаете мою музыку, оставляете комментарии, ставите оценки. Спасибо за то, что это преимущественно лайки. Вообще, спасибо вам огромное. Ну, конечно, тысяча — это, ну, не так много для кого-то, но для меня в данном случае вот это уже что-то. Я бы хотел ответить на самые часто задаваемые вопросы, потому что, ну, вы их очень часто задаете, я просто не могу на них не ответить. Значит, вот один, ну, вообще не только один, многие люди задают вопрос, слушай, как использовать твою музыку, чтобы авторские права и всё такое? Просто используйте музыку, а в описании указывайте ссылку на мой канал или в титрах, ну, в титрах, лучше не в титрах, лучше в описании. Это подразумевается лицензией Creative Commons, остальное ничего не нужно. Потом. А что за программа? Или в чём ты работаешь? Или вот что-то подобное? В моей группе ВКонтакте ссылку я оставлю в описании на группу. Есть в обсуждениях тема «Честно задаваемые вопросы», ну, или же «Fuck you», как я её называю обычно. И там я подробно расписал про своё рабочее пространство, в каких я программах работаю, точнее, в какой я программе работаю и какие дополнительные плюхи, штучки, финтифлюшки, свистоперделки я для неё скачиваю. Потом. Есть ещё вопрос такой. Насчёт эндорфина. Вот у меня в туториале, в первом, у меня папка на минуте 43 пустая. На минуте 43 человек хотел импортировать анимацию на своего человека, на своего персонажа и столкнулся с проблемой, что там нет просто-напросто в списке скелетов нет ничего. В принципе, ничего нету. То есть пусто. Значит, галочку ставишь на Source Reference Character, отвечаю для тех, кто не разобрался с этим. Нажимаете «Browse». Внизу нужно выбрать папку, где находятся вот эти вот три референс-карактера. И у меня эта папка находится в папке с эндорфином. Resources, Characters, Custom. Я это оставлю тоже в описании, если кому-то надо. И всё. Собственно, вот оно. Всё, что нужно сделать, это просто выбрать папку. Потом вопрос возникает тоже с эндорфином, почему я нажимаю там инструмент, выбираю вращение, и у меня кость не вращается. Объясняю ещё раз. Я в видео про это говорил. Есть два типа инструментов. Это первый. Это перемещение, вращение и масштабирование объекта, то есть коробки или шарика обычного, не привязанного к персонажу. А второй тип, это справа от этих инструментов, ещё два дополнительные, перемещение и вращение части тела. По-английски они называются Pose Move и Pose Rotate. Просто выбираете их и всё. Кстати говоря, спрашивают насчёт этого, тоже связан с этим вопрос, как, почему не блокируется часть тела у персонажа. Связан с этим же вопрос, потому что нужно выбрать для начала вот этот инструмент вращения или его перемещения части тела. И вот уже когда вы его выбрали, вот тогда можно блокировать часть тела. Вопрос был, будут ли ещё уроки по эндорфину. Я не думаю, что будут ещё уроки по эндорфину, но если только не, ну, допустим, если только не будет много запросов именно на какую-то отдельную анимацию, и под ним подписались ещё там, ну, человек 10, то да, сделай. Ну, тогда я это да, сделаю. Кстати, я вот в первом уроке не рассказал вообще про камеру, и поэтому вначале были просто вопросы, как крутить камеру, что за дела, я ничего не понимаю. Я там оставил аннотацию про камеру, я написал. Потом, что ещё? А, будут ли уроки по FL Studio? Как бы так сказать. Есть уроки получше тех, что я мог бы сделать. На самом деле, вот на Ютубе, и вообще не только на Ютубе, вообще их куча уроков FL Studio, огромная куча. Не счесть их просто. Хороших, плохих, всяких разных. Вот по эндорфину я делаю, потому что их действительно мало, ну, и поэтому решил внести свою лепту. А по FL Studio нет. Не собираюсь, не собираюсь. А потом, что ещё? Какие вопросы? Когда-то кто-то задавал вопрос, будешь ли ты делать музыку с вокалом. Ответ на этот вопрос я дать пока не могу, но во всяком случае, в ближайшее время точно нет, потому что у меня нет нормального микрофона для этих дел, а также нормального голоса. Ну, хотя вокалистка, с которой я занимаюсь, говорит, что голос у меня нормальный, но, блин, мы все, когда слышим свой голос на записи, считаем полным говнищем просто. Да и вообще, когда я куплю себе микрофон нормальный, я буду записывать скрипку. Да, вот это действительно я хочу записывать, живую скрипку. Я не помню, когда, но кто-то тоже задавал вопрос, будешь ли ты делать летсплей, или не задавали, не знаю. Но в любом случае, нет, ни при каких обстоятельствах, ни в коем случае. Вот единственное, по FL Studio, я могу делать, скажем, разбор какого-то определенного трека, сделать видео с разбором трека, который вы попросите. То есть под треком вы можете в комментариях написать сделай обзор, сделай обзор или разбор. Ну, если будет количество лайков какое-нибудь, ну, или под ним опишутся еще несколько людей, что да, сделай. Ну, тогда, да, сделай разбор, и чтобы вы увидели, как он сделан, что было использовано. Я так понимаю, на этом вопросы заканчиваются, потому что больше я их не нахожу. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...